Итак, друзья, продолжаем изучать Киви, и в курсе 30 мы рисуем цельные фигуры. Значит, какой опыт необходимо получить? Ну, во-первых, мы с вами будем рисовать фигуры, разные линии. Здесь обязательно выполнить домашнее задание, потому что я в уроке объяснял, то есть, где заканчивается точка, откуда начинается там рука, нога. Это надо обязательно приобрести опыт. Также обратите внимание в этом курсе, ребят, что Киви, он, ну, настолько гибок. То есть, если ранее мы писали, допустим, Маркоп, у нас был текст, то, по сути дела, то есть, пространстве для рисования в этом, мы сейчас разместили человека. И, если вы заметите, мы создавали новый файл, комиквиджет, то есть, и в нем прописывали. И я на это обратил немалое внимание. Потому что возникает вопрос, а почему в одном файле не писать? Ребят, так а завтра придет мысль в голову, тут машину нарисовать или что-то. Если все путать в одном файле, мы запутаемся. А в этом крутизна Киви, что все разделили. Вот тут у нас человечек, другой файл создадим, там будет машинка и так далее, и так далее. Итак, курс. Обращаю внимание, обязательно, обязательно выполнить домашнее задание. Обязательно. Значит, смотрите, вот здесь я нарисовал довольно несложную фигуру, но просто у человека руки вот так и вот так, и машинку такую, ну, наподобие. Сейчас не идет речь там сделать нечто очень красивое. Сейчас идет речь именно понять сам принцип рисования линии, чтобы вы могли состыковать эту линию с этой. То есть мы рисуем простые фигуры, чтобы понять. И опять же, заметьте, мы сейчас делали на относительном бюджете. Я показал некоторые коварства Киви, но в то же время и гибкостью. Поэтому, пожалуйста, обязательно все рекомендации придерживайтесь. И обратите внимание, мы до этого учились, поэтому немножко подзабыли. Я в курсе еще раз вам напомнил, то есть как строилась наша программа. Поэтому обязательно вот это проанализируйте, чтобы вы понимали, что делаете. Ну что ж, дальше приобретаем опыт обучения. Python-Android.spb-tut.ru Как я говорю, легко найти, если трудно запомнить адрес. Есть сайт spb-tut.ru Далее нажимаете еще, и здесь есть Python for Android. И вы сразу найдете этот сайт. Но для вас он будет немножко по-другому. Вот так вот выглядеть. Нажимаем получить логин и пароль и занимаемся. Киви это будущее. С вами был Валерий Буфуновский. Спасибо.